Появление Монгольской империи Чингисхана – такова сегодняшняя тема нашего разговора. Появление Монгольской империи – это ключевое событие не только, наверное, в истории Казахстана, Центральной Азии, но и шире, если говорить, Евразии в целом. Сама империя, это государство, появилось в глубинах Центральной Азии. В этом огромном историко-культурном регионе происходили большие события, которые предопределили геополитику, геостратегию, историю и культуру народов этого региона на многие-многие столетия вперед. На рубеже 12-13 веков появляется империя мирового значения, Евразийская империя Чингисхана. Появление этой империи именно связано с именем отцом-основателем этого государства. Первоначально, естественно, это был средневековый монгольский луз государства, который по мере расширения территории, завоеваний, превращается в большую, могучую монгольскую империю. По мере разрастания этой империи, в нее включались как территория Казахстана, так и сопредельные с ней территории. Это практически вся Средняя Азия, большая часть стран Среднего Востока и вплоть до территории Восточной Европы включительно. Это территория современной Кавказа, Украины, России и многих других регионов, которые находились в этом пространстве. Для того, чтобы определиться с этой темой, надо понять, что такое монголы, монгольские племена и, собственно говоря, сама личность основателя империи Чингисхана. Монголы – это достаточно широкое понятие, как тогда, так и сейчас. Но в тот период понятие монгол – это было политонимом. То есть оно охватывало все народы и племена, которые были включены в состав монгольской империи и признавали власть монгольского хагана или каана по-монгольски. То есть здесь имеется в виду, что это название являлось общим для тех народов, которые вошли в состав монгольского государства. Это в широком смысле. В более узком смысле здесь имеются в виду кочевые племена как монгольского, так и тюркского происхождения, которые составили основу монгольского государства первоначально. Монгольское государство появилось в результате Сирии тяжелых междоусобных войн внутри монгольской степи на территории современной республики Монголия в конце XII-начале XIII века. Собственно монголы, или точнее те племена, которые впоследствии были названы монголами, представляли собой разрозненные племенные образования, которые находились на ранней стадии государственности. В основе вот этих улусов такой термин применяется в отношении вот этих ранних государственных образований. Они находились на стадии формирования раннего государства. Вот природа вот этих ранних государств до сих пор изучается в востоковедной кочевниковической историографии, научной литературе. И пока однозначных выводов или определений эти государства не получили. Но мы точно можем считать их ранними государствами, ранними формами государственных образований. То есть они находились на стадии формирования. Историческая заслуга Чингисхана заключается в том, что он сумел объединить все эти ранние формы государства в единое целое политическое и создать на этой основе полноценное государство того времени. То есть со всеми атрибутами. В науке четко определяется, как правило, что государство Чингисхана по мере разрастания территории и населения постепенно превращается в империю. Что такое империя в полном смысле этого слова, существуют тоже различные определения. Но самым главным образом можно понять, что это было действительно государство со всеми присущими для него характерными признаками. То есть институтом центральной власти, армией, государственными органами, которые отвечали за законодательство и за другие государственные функции. То есть в целом мы можем говорить, что это было действительно раннее государство. Судя по китайским источникам, ранним государством монголов являлся так называемый Хамак Монголулус. Вот с этим определением надо немножко поближе познакомиться. Дело в том, что предки Чингисхана стояли как раз у истоков этого государства. То есть первое государство на этой территории, именно монголов, появляется где-то в начале XII века. По мере того, как это государство формировалось, естественно, в монгольской степи постоянно шла борьба между различными политическими партиями. И эти политические партии разделялись на определенные территориально-политические образования. Ну, допустим, монгольский УЛУЗ, татарский УЛУЗ и многие другие. И они постоянно боролись между собой. Все эти события происходили на северной периферии территории современного Китая. То есть это территория современной внутренней Монголии и так называемой внешней Монголии. То есть это регионы, начиная где-то от хребта Хинган на востоке и кончая горами Алтая, алтайским регионом. Ну, существует монгольский Алтай, есть казахский Алтай, российский Алтай и сейчас это на территории Китайской Народной Республики китайский Алтай. Вот в этой зоне огромные происходили вот эти события. Ранее первое вот это монгольское государство, которое мы назвали Хамак-Монголу-ЛУЗ, оно погибло где-то к середине XII столетия. В результате между усобиц, между различными монголоязычными, тюркоязычными племенами, вот как я уже сказал, улусами. Но династия, которая осталась после падения Хамак-Монголу-Луса, она осталась в степи. И вот именно к этой династии возводит происхождение сам Чингисхан и его предки. Отцом Чингисхана был Исугей-Баатур, видный представитель одного из знатных монгольских родов. И его клан назывался Кият-Борджигин. Вот такое название. То есть в составе племени Кият было такое подразделение родовое, которое называлось Борджигин. Буквальный перевод Борджигин – Синеокия. То есть это в монгольской степной традиции особо выделялся именно вот этот клан. Он ведущим кланом был, естественно, да, из которого происходили первые монгольские ханы, ханы, да, каганы. Ну и, собственно говоря, все вот эти политические лица, которые как раз связаны были с событиями, которые происходили в середине и второй половине XII века. XII век он очень такой стремительный, бурный был. Несмотря на то, что внешние источники мало говорят об этом, но монгольская устная традиция, которая сохранилась в сокровенном сказании монголов, это источник, который был создан после смерти Чингисхана при первых его преемниках, датирует его 1240 годом, он сообщает о ранних событиях, которые происходили в монгольской степи как раз вот в этот период. Судя по этому источнику, уже при жизни Чингисхана его отец возглавлял один из этих улусов, ранних улусов, который достался ему в наследство. Этот улус имел свою такую своеобразную, ну достаточно интересную и в то же время красивую историю. Как он появился, как он формировался и как он, в конце концов, события привели к тому, что он, естественно, пал в этот период, в ранний период жизни Чингисхана. Чтобы определиться с этой темой, надо еще сказать следующее. Надо сказать, что мы до сих пор не знаем точную дату жизни Чингисхана, рождения. Есть две традиции. Одна, собственно, возводится к персидской традиции, это эпохи Рашида-Эддина. Этот исторический памятник называется Джамиат-Таварих, сборник летописей. Его автором является придворный историк, видны государственные деятели империи хулагуидов, конца XIII-начала XIV века Рашид-Эддин. В этой письменной традиции зафиксирована дата рождения Чингисхана – 1155 год. Во многих академических изданиях, в учебниках эта дата фигурирует. Но есть другая дата, которая связана с монгольской традицией, то есть внутренней степной традицией. Согласно этой традиции, годом рождения Чингисхана является 1162 год. И вот эта дата, последняя, является наиболее вероятной, так как значительная часть исследователей, историков, монголоведов, кочевниковедов, которые занимаются монгольским периодом, историей Евразии, и в частности биографией жизни Чингисхана, склоняются именно к этой дате – 1162 год. Его рождение было достаточно интересным. Его отец очень часто находился в походах против соседних враждебных племен и родов. Уходя в один из походов, когда он приехал домой, его отец Исуэй Баатур, он узнал, что у него родился сын. И вот у монголов такая достаточно интересная степная традиция. Наречение имен было. Почему именно Чингисхана, имя первоначальное, изначальное, настоящее имя – Темуджин? До сих пор спорят этимологии этого слова, различные версии выдвигаются, но наиболее вероятность, скорее всего, связана с тем, что его отец Исуэй Баатур, вернувшись из похода, привез с собой знатного пленника, которого звали Темуджин Уге, один из лидеров политических татарских племен. Именно этот знатный пленник, который достался ему во время этого похода, был привезен в стойбище Улус из Исуэй Баатура, и в честь него именно был наречен вот этот первенец именем Темуджин. Это впоследствии, естественно, он становится Чингисханом. А до этого, до какого-то периода, наверное, до конца XII столетия, его все монголы звали именно этим именем – Темуджин. Естественно, Темуджин, Чингисхан будущий, был знатного происхождения, судя по вот этой монгольской степной традиции. Ну, судя по вот этому источнику, сокровенное сказание монголов 1240 года. А у монголов существовала такая интересная традиция. Также, кстати, и у казахов, и многих других степных народов впоследствии. Детей очень рано сватали и очень рано женили. Так вот, когда Чингисхану Темуджину исполнилось 9 лет, его отец сосватал его с племенем Конгерат, с дочерью известного предводителя этого племени Дай-Сечена. Ну, вот по-казахски это будет звучать Дай-Шешен. Сечен или Сечен – это мудрец, мудрый. Ну, такой титул давался в то время. То есть это не было просто прозвище, это была не просто приставка к имени, это был определенный ранг или титул. Так вот, отцом невесты Чингисхана был Дай-Сечен, а его нареченную звали Борте. И вот эта вот пара, Темуджин и Борте, собственно говоря, были помолвлены в возрасте 9 лет. И согласно вот этой монгольской степной традиции, будущий зять должен был какое-то время проживать в доме своего тестя. Так вот, когда Чингисхану Темуджину исполнилось 9 лет, его отец сосватал его с племенем Конгерат. И вот как только была произведена помолвка, Темуджин был оставлен в родовом стойбище Конгератов на какое-то время. А сам отец вернулся. Но его возврат кончился трагически. Путь, по которому он возвращался домой, был достаточно длительным. И вот в пути, на одном из стойбищ, ему встречается татарское племя. И он был вынужден в этом месте заночевать. И вот татары, узнав его, они знали, что это Исугей Баатур, известный монгольский предводитель, Батыр, военачальник. И, судя по данному источнику монгольскому, он был отравлен в этом стойбище. И, собственно говоря, когда он вернулся уже домой, через несколько дней он слег, тяжело заболел и умер. Вот после именно этого события, смерти отца, и начинается тяжелая, бурная, но интересная жизнь маленького Цимуджина, которого, я напомню, было всего 9 лет. Все вот эти годы, пока он не возмужал, это была действительно борьба за выживание. Фактически после смерти отца его семья осталась практически круглой сиротой. Тем не менее, ему удалось не только выжить, ему удалось вернуть не только свое имя, но и свой статус. Но это был путь очень тяжелый, долгий, полный тревог, испытаний для его ранней биографии, ранней жизни. Ну, судя по вот этим данным, которые мы располагаем, ему даже какое-то время пришлось провести в качестве раба во враждебном племени. Это племя называлось Течиутой. Мы не знаем точно, сколько времени это было, но это было, возможно, несколько лет. Он прожил в качестве раба с колодкой на шее. Но каким-то образом ему удалось спастись, бежать из этого племени, вернуться к семье. И вот как только он возвращается к своей семье, собственно говоря, он уже к тому времени был юношей, возможно, ему было 17-18 лет или чуть более. И с этого момента начинается его, собственно говоря, политическая карьера. Он восстанавливает те связи и контакты, которые существовали при его отце. Он пользуется покровительственной поддержкой сторонников своего отца. Ну, в частности, известный такой эпизод из его жизни ранней. Это связано с главой племени кераитов, известным в истории как Онхан или Ванхан. И вот этот Ванхан, собственно говоря, оказал мощную политическую, а потом и военную поддержку именно будущему Чингисхану Таймуджину. И благодаря вот этой поддержке ему удалось постепенно восстанавливать полноценную силу, людские ресурсы своего улуса и стать одним из предводителей в монгольской степи. Приблизительно в конце 80-х годов XII века Таймуджина нарекли титулом Чингисхан. Он стал полноправным правителем монгольского улуса. Это уже было раннее государство. Именно к этому времени происходят реформы, которые были произведены в этом улусе. Этот улус был сформирован по военному образцу. То есть в то время все вот эти улусы, ранние государства, строились на военно-административной основе. Они строились на тех политических, военных, культурных традициях, которые остались из прежних времен. Ну вот в частности, монгольское войско всегда строилось по известной, так называемой, дуальной, триальной системе управления. То есть когда существовало два крыла, левое и правое, и центр. По-монгольски это звучит так. Правое крыло – это барунгар, левое крыло – дзюунгар, и центр – го. И вот центр – го – это местонахождение собственного военачальника, предводителя. Политическим центром раннего монгольского государства, улуса Тимуджина, Чингисхана, называлось Ордо или Орду. Это очень древнее слово, древний термин. Он идет из глубины веков. Возможно, уже в эпоху гуннов существовали вот такие политические центры, которые назывались Орда или Орду. И вот этот термин Орда или Орду сохраняется вплоть до этнографической современности. То есть в современном глоссарии многих тюркских и монгольских народов этот термин существует. Если существует Орда или Орду, то есть существует политический центр, политическая ставка. То есть есть центральный орган управления. И на основании только этого признака мы можем говорить о том, что это была уже ранняя форма государства. К концу XII века Тимуджину удалось разгромить всех своих основных противников степи. Прежде всего были разгромлены такие извечные, враждебно настроенные по отношению к его политическому клану такие противники, как меркиты, татары. Татары были одним из самых многочисленных племен на территории Монголии. Ну если конкретный регион говорит, это восточная Монголия, восточная центральная Монголия. Они были разгромлены и покорены. Ну разгром их сопровождался геноцидом. Такая форма борьбы существовала в кочевой степи того времени, как более отдаленного периода, так и более позднего времени. Практически все мужское население было вырезано. Такая экзекуция постигла именно татарское племя. После этого, естественно, против Чингисхана была сформирована мощная коалиция враждебных племен, куда входили остатки разгроменных меркитов, татар, найман и многих других. В начале 13-го столетия, в 1204 году, Чингисхан произвел большой поход против враждебных найманов, которые проживали на территории современного Алтайского региона. Этот поход был удачный. Монголам удалось разгромить найманский улус и безраздельно властвовать на территории степной полосы Монголии. И вот этот ключевой период, 1204-1205, практически после разгрома найманов, каких-либо противников в степи у них не было. И через два года, в 1206 году, на реке Оонон происходит ключевое политическое событие, которое определило судьбу не только Монгольской степи и не только огромного Центрально-Азиатского региона, но и всей Евразии в целом. В 1206 году было провозглашено создание монгольского государства. Ну, если говорить в рамках вот этой Монгольской степи, то это уже было мини-империи, так как помимо монголов туда были включены другие разноэтничные группы кочевников, которые проживали на этой степной территории. И в 1206 году он был провозглашен повторно Чингисханом. До сих пор историки спорят, что это за термин. Это титул, имя и так далее. Ну, надо сказать, что это одновременно было и именем, и титулом. Этимология этого слова до сих пор неизвестна, но, по всей вероятности, это связано с политической традицией центральноазиатских кочевников. Согласно этой традиции, термин Чингис или Тингис означает море-океан, огромный, большой, обширный, то есть, которое подчеркивало его безраздельную власть. До Чингисхана, такой безраздельной, огромной, неограниченной властью, никто из кочевых властителей не обладал. И именно при нем появляется именно такая политическая традиция, жесткая, согласно которой представители его рода, его потомки, которые теперь называются таким термином, как Алтанурук, буквальный перевод на русский язык «золотой род», именно только представители золотого рода, то есть прямые его потомки, являются правителями, или могут считаться только правителями, полноценными ханами-каанами. И эта политическая традиция сохраняется в Казахстане вплоть до середины XIX века. После этого события начинаются внешние военные кампании монголов, в которых затрагиваются уже близлежащие племена, государства и народы. В 1207-1208 году были покорены народы Южной Сибири. Именно к этому времени, собственно говоря, можно отнести и формирование улуса Джучи, старшего сына Чингисхана. У Чингисхана было четыре сына от старшей жены Бурте. Ну, их можем перечислить. Это Джучи, Чагатай, Угэдэй и Тулуй. Четыре сына. Именно от этих четырех сыновей ведут свое династическое происхождение все чингизиды, которые правили после его кончины. В 1209 году начинается военная кампания против государства Сися. Это тангутское государство, которое находилось южнее монголов. Оно было покорено и разгромлено. В 1211 году начинается крупная военная кампания против враждебного северокитайского государства, которое называлось империя Цзинь. Империя Цзинь традиционно являлась противником политическим монголов на протяжении всего 12 века. Цзинь с китайского – это золото, буквально перевод. И вот с этой золотой династией на протяжении многих десятилетий вел войну именно Чингизхан и его потомки. Причем начало разгрома этого государства положил сам Чингизхан в результате вот этих военных кампаний, которые он предпринимал. А уже при его преемнике это государство было окончательно разгромлено в 1234 году. Но даже вот эти первые походы, они принесли баснословную добычу монгольской армии. Территория Северного Китая была разгромлена. И огромная добыча, которую получили монголы, позволила им не только обогатиться, но и оснастить армию новейшими образцами вооружения. То есть происходит перевооружение монгольской армии. Ну, малоизвестный такой факт, на который мало обращают внимания. Дело в том, что в ходе разгрома вот этой Дзиньской империи в 1211-1215 годах монголам достались военные арсеналы, оружейные склады Дзиньской империи. Именно благодаря тому, что монголы захватили вот эти оружейные арсеналы, им удалось перевооружить армию очень мощным вооружением, прежде всего защитным вооружением, связанным с защитой индивидуальной войны. И на этой основе ему удалось создать первоклассную армию. И к тому времени монгольская армия, спаянная железной дисциплиной, обладала достаточно мощным вооружением. Но после Дзиньской кампании это была армия совершенно нового образца, которая была, если применять современную терминологию, вооруженная современными боевыми средствами. С этого момента, собственно говоря, происходят ключевые события как на территории Восточной Азии, так и в целом на территории Центральной Азии. После Дзиньской кампании Чингисхан и его военачальники обращают взор на запад. На запад, где находилась другая мощная империя того времени, это империя Харимшаха. Первоначально были установлены мирные, дипломатические торговые контакты. Но по прошествии небольшого времени начались конфликты, разногласия, которые привели к тяжелой войне и к западной кампании Чингисхана. Западная кампания Чингисхана начинается в 1219 году и завершается в 1224 году. В течение пяти лет была покорена большая часть территории современного Казахстана и Средней Азии.